Зима и через два месяца после своего календарного начала сумела поставить коммунальщиков в тупик. Город сейчас больше похож на один большой сугроб. Мэрия отчиталась, с начала года с Ивановских улиц вывезли свыше 124 тысяч кубометров снега. Правда, многие горожане сомневаются в достоверности этой цифры. И аргументы долго искать не приходится, они прямо под ногами. Вообще невозможно ходить нигде, ни к социальным учреждениям, ни по городу. Просто невозможно, по колено, снег. Но как из Африки, это снег, что там много, мне вообще интересно вообще. Но я верю, что вам не нравится. Нет, мне не нравится. Никогда так не было, я живу скоро сто лет. А такого, чтобы было, никогда, товарищи. Пожилым ивановцам и людям с ограниченными возможностями здоровья особенно тяжело. Несложно предположить места, которые часто посещают такие граждане. Больницы и другие социальные учреждения. Но и здесь снежная каша. Тяжело очень. Везде не чищено. Вот эта улица Воронина, тут все как раз больные ходят. Все не чищено. Вот столько грязи. Это ужас. Так тяжело ходить. Снежные навалы на тротуарах вблизи автобусных остановок и пешеходных переходов, неубранные обочины дорог. Все это не просто доставляет неудобства жителям, но и представляет опасность. Прокурорская проверка выявила достаточно фактов, чтобы привлечь городское управление благоустройства к ответственности. Проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, в частности при содержании дорог, расположенных в городе Иваново. Проверка проводилась совместно с сотрудниками ГИБДД, а также совместно с сотрудниками управления благоустройства администрации города Иваново. При проверке выявлено нарушение содержания автомобильных дорог, выразившиеся в сформировавшихся снежных валах высотой более двух метров, а также в заужении проезжих частей. Нарушения эти были в районе остановок общественного транспорта, а также в районе социально значимых объектов. Прокуратурой района по фактам выявленных нарушений внесено представление в адрес начальника управления благоустройства администрации города Иваново об устранении нарушений. Представление находится на рассмотрении. Кроме того, возбуждено два дела об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 12.34 КОАП РФ в отношении управления благоустройства администрации города Иваново, а также в отношении ответственного должностного лица. Постановление направлено на рассмотрение в суд. Иронично, но за бессилие коммунальщиков платить придется городской казне. Разумеется, в том случае, если суд согласится с доводами надзорного ведомства. Штраф за неисполнение законодательства составляет порядка 30 тысяч рублей для должностного лица и до 300 тысяч для управления благоустройства. А почему, как думаете, такая ситуация сложилась? Ну, непредвиденные обстоятельства видно. Зима непредвиденная? Да. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Денис Денисов, РТВ Иваново. Спасибо. Спасибо.